Садовый привет! Мы решили сделать для вас быстрое такое экстренное включение и рассказать вам о препаратах, о удобрениях и стимуляторах, которые мы используем для восстановления растений после зимы. В основном для вечно зеленых, для хвойных и рододендронов, которые плохо перезимовали, обгорели на солнышке или получили холодовой ожог. Эти же препараты мы используем и для растений, которые плохо просыпаются и медленно вступают в период вегетации. Будем мы эти препараты использовать как под корень, так и по листве. Сразу скажу вам, это не рекламный ролик. У меня на каналах ни на одном нет рекламы. Мы не вступаем в коллаборацию ни с какими производителями. Я буду рассказывать вам про разных производителей и про те препараты, которые мне у них нравятся и которые хорошо себя показали в прошлом сезоне. В основном мы будем проводить вне корневую подкормку, потому что она сработает быстрее. И растения сейчас уже просыпаются, меняют свой цвет после зимней окраски хвойной. Несмотря на такую холодную погоду, у нас на улице где-то всего лишь 5 градусов, и вчера только после очередного снегопада растаял снег, эти препараты вы уже можете применять. Что мы в основном всегда делаем? Когда у нас пожелтел можжевельник или там какая-то сортовая сосенка или обгорел сильно рододендрон, мы идем в гипермаркет садовый и покупаем там пачку гранулированного удобрения. Рассыпаем, в лучшем случае проливаем, а в худшем случае даже не поливаем вокруг почву после внесения подкормки. Такая подкормка будет работать очень долго, во-первых, а во-вторых, она может и навредить вашему растению. Зачем ему такое большое количество питательных элементов, когда оно находится в состоянии стресса, ему наоборот нужны витамины и что-то такое, что поможет ему наоборот усвоить эти питательные элементы. И как раз такие препараты мы будем использовать. Первую обработку мы будем делать по кроне. Будем делать такую болтушку, коктейль, в котором мы будем смешивать препарат феравит. Можно взять его аналог, точнее не совсем аналог, а похожий по составу препарат хилат железа. Главное, чтобы он был в жидкой форме. К этому препарату феравиту, который стимулирует активный процесс фотосинтеза и ускоряет обменные процессы, для хвойных это очень важно, мы добавляем всем известный препарат циркон, одну ампулку на 10 литров. Это такой щадящий регулятор, ускоритель, стимулятор корнеобразования и стимулятор роста. И туда же мы добавляем препарат экофуз. Это в свое время когда-то был препарат фукус, произведенный в Финляндии. Это его аналог. Препарат на основе водорослей, который очень мягко и хорошо помогает растению как раз усвоить все вот эти микроэлементы, которые содержатся в предыдущем удобрении и которые содержатся непосредственно в самом экофусе. Здесь тоже есть небольшое количество макроэлементов и микроэлементов. Тоже железо, и магний, и марганец, и медь, и цинк, и кальций, и молибден. Все, что ускоряет обменные процессы и помогает растению вступить в период вегетации. Также здесь есть и кремнии, и витамины, и аминокислоты, и фитогормоны. Фитогормоны. И все это очень щадящее. То есть это не то, что заставит растение быстро вырасти, а то, что заставит его быстро из последних сил вступить в период вегетации, а потом мы получаем обратный эффект. Вот эти препараты как раз так не и работают, потому что мы, как вы знаете, помимо ландшафтных работ, занимаемся и уходом, и нам важно, чтобы на долгие годы мы сохранили растение здоровым, и не чтобы оно быстро имело товарный вид. Вот эту вот обработку мы провели по кроне. Параллельно мы можем этот же экофуз использовать для полива под корень, для того, чтобы улучшить состав почвы, промыть почву от каких-то вредных веществ. Вдруг у вас там соль была или излишнее использование в прошлом году минеральных удобрений или других пестицидов. А можем в замене экофуза использовать вот такой вот препарат – лигногумат. Смотрите, там человек просто ходит, что-то хочет тоже рассказать про лигногумат. Можем параллельно использовать препарат лигногумат, который похож по своим свойствам. Он тоже на основе водорослей и тоже богат всевозможными микроэлементами и макроэлементами. Здесь вот в нем тоже маленькое содержание азота, поэтому можно не бояться его использовать на рододендронах или хвойных растениях. Лигногумат не работает в кислой среде. Если у вас pH ниже 5,5, то вообще все эти препараты хуже начинают работать в кислой среде. Единственное, что циркон, он наоборот любит кислую среду, и иногда им даже водичку подкисляют. Поэтому сначала проверяем кислотность почвы, потом делаем корневые подкормки. После того, как мы сделали вот такую первую подкормку под корень и по листве, мы ждем неделю-10 дней и можем повторить обработку по листве либо тем же самым коктейлем, либо можем взять просто препарат лигногумат и обработать им растения по кроне. Соответственно, после того, как мы сделали две такие обработки и уже у нас видны какие-то первые эффекты от нее, растение точно проснулось. У нас на дворе уже 15 мая идет активная вегетация, мы можем проводить подкормки. Для подкормок хвойных и вечно зеленых рододендронов мы применяем опять же хилатные удобрения с невысоким содержанием азота. Можно использовать вот такой препарат цитовид, от этого же производителя очень удобно заказать все в одном месте. А можно взять бонафорта, тоже удобрение в жидком виде, хилатной форме, которую я вам уже не раз показывала. И провести подкормку под корень и по хвое или листве вечно зеленого рододендрона. Хилат у нас не применяется в течение всего вегетационного периода, его применяют 2-3 раза, и обычно это начало сезона, чтобы запустить вот этот активный процесс фотосинтеза. Цитовид и бонафорта – это удобрения, которые мы применяем в первой половине сезона. Циркон тоже, нет необходимости в нем, чтобы использовать его просто так, если растению и так хорошо. А вот эти два препарата мы можем применять в течение всей вегетации и добавлять его для корневых подкормок, для того, чтобы растение усваивало лучше другие удобрения, которые мы будем предлагать ему в течение вегетации. Надеюсь, что было все понятно. Давайте теперь попробуем все это развести, и мы покажем, как мы делаем обработку. В этом саду у нас нету очень плохо перезимовавших хвойных или вечно зеленых ордодендронов, но вам же нужно рассказать, как разводить данный коктейль. Берем феровит, его 15-20 мл. Мерные стаканчики у меня такие от удобрения бонафорта, удобные. Небольшое количество воды сначала набираем, а потом все это дело разводим. Что ли гнаглумат, что и капуст, лучше взболтать. Так, и вот 30, целую пробочку. И в конце ампулу сиркона 1 мл. Есть сиркона в больших бутылочках, но мы берем в ампулах, потому что неудобно отмерять. Нужно с собой шприц все время носить. А здесь ампулку взял, открыл вот так вот, вылил. И потом доводим это до необходимого нам объема 10 литров. Еще раз скажу, что в опрыскивателе мы не развозим никакие пестициды и удобрения. Все это делаем в бедре, и потом готовую смесь переливаем в опрыскивателе. Сейчас будет показательное выступление. Только что был дождичек и сильный ветер. Не такая идеальная погода для обработки, как хотелось бы. Вот смотрите, вот здесь у меня рододендрон, который другого сорта. Единственное, это все розео моллигансы. Они прекрасно выглядят, максимально устойчивы. А вот этот пострадал слегка. И как мы его должны обрабатывать? Мы его смачиваем. Главное, не вот так вот. Конечно, мы средства защиты еще не забываем. У нас хоть не химия, но все равно удобрение. И дышать этим не рекомендовано. А лучше его вот так вот обрабатывать. Вот так вот. С нижней стороны листа. Чтобы все вот это вот попадало. Вот так вот. Вот так вот. И у нас все-все пошло вовнутрь листа. Этот же коктейль мы можем полить и под корень. Но нужно учитывать, что работать он будет дольше. Ну и вообще феровит через корни работает гораздо хуже, чем через листву. Как я уже сказала, просто лигногумат или экофуз с цирконом можно полить под корень. Вот так вот мы смачиваем все пострадавшие вечно зеленые розики и хвойные. После этого, как я уже говорила, можно носить подкормки. Ну и такую обработку повторяйте, пожалуйста, 3-4 раза. Вреда от нее точно не будет. Вы были на канале Garden Forest. Я надеюсь, что у нас скоро потеплеет. И в следующем ролике мы будем с вами разглядывать цветение луковичных на наших объектах. Всем пока!